28 проектов в 8 номинациях были представлены на суд профессионального жюри молодежью области. Все ребята уже стали победителями на региональном этапе, обойдя более 70 конкурентов. До дойти до финиша стремится каждый. У ребят много идей в разных сферах – общественной, экономической, социальной, энергетической, IT-сфере. Проект очень интересный. Мне кажется, что молодежь, она может проявить себя в этом плане. Это проект 100 идей для Беларуси. Это один из таких интересных, творческих проектов Белорусско-Республиканского Союза молодежи. Хочется сказать, что даже уже у меня, потому что я побывал на нескольких этапах зональных, есть уже фавориты. И действительно, мне кажется, что идея ребят, вот только найти инвестора, и она будет воплощена в жизни, она очень интересна, и она идет много со временем. Очень много, конечно, социальных проектов, потому что действительно львиную долю занимают школьники. И именно это участники нашей проекта 100 идей для Беларуси. Конечно, они только еще учатся мыслить, учатся защищать свои проекты, учатся выдвигать свои идеи. Конкурс по задумке организаторов направлен на мотивацию и развитие молодежного изобретательства и рационализаторства. Так как в этом году среди участников оказалось большое количество студентов, эти ребята смогли привнести в конкурс новый колорит – национальный. Многие проекты были направлены на популяризацию белорусского языка. Так, Алена Сколкович и Валерия Стасюк из деревни Клейники рассчитывают покорить профессиональное жюри своим проектом «Азбука символа у Беларуси». Она представлена в виде книги, то есть слэп-бук. Мы хотели им показать, младшим детям, что белорусский язык, белорусские символы – это важный элемент для белорусов. И мы хотим, чтобы маленькие дети учились на этой книге, любить свою родину, язык. Несколько лет мы помогали нашим учителям, как волонтеры в лагере. И мы часто ездили в музеи, по паркам гуляли. И нам захотелось детям сделать такую азбуку. И это разработали буквально за три месяца. Среди участников конкурса оказалась Дарья Павловская. Девушка совсем недавно приобрела республиканскую известность благодаря завоеванию титула «Студент года-2019». Но девушка стремится к покорению новых вершин. В конкурсе «100 идей для Беларуси» она участвует уже в шестой раз. Но до финиша еще ни разу не доходило. Дарья уверена, ее проект с национальным колоритом в этот раз точно поможет добиться поставленной цели. Мой проект заключается в том, чтобы собирать футбоксы. То есть в эти футбоксы будут входить продукты, из которых можно приготовить белорусские национальные блюда. То есть ты, например, купил себе футбокс, прилетел обратно домой в Израиль какой-нибудь и можешь спокойно приготовить себе дома драники. В таком футбоксе есть все необходимое для драников. Даже маленькая терка и пошаговый рецепт. Себестоимость мини-коробочки 7 рублей. В планах Дарьи расширить карту белорусского меню. Члены жюри не скрывают, такой спектр ярких идей ослепляет даже видавших виды профессионалов своих сфер. Мне кажется, всегда есть молодежь, которая хочет что-то изменить в лучшую сторону. Самое главное, чтобы этот путь был действительно эффективный. Чтобы этот путь содержал в себе проблему и решение этой проблемы, а не просто оглашение ее и кто-нибудь исправьте это. Критикую, предлагаю. По итогам конкурса жюри определило 11 лучших проектов, которые представят Брестскую область в республиканском финале, который состоится весной следующего года.